Поэтому грин-карту я рассматриваю, а паспорт как бы нет. В чем твоя темная сторона? В хлам хоть раз напивалась? Стена. Да, да. У тебя кто-то есть сейчас? Ну, может быть, тоже. Анекдоты про блондинок. Тебя когда-нибудь это обижало? Тут предложение, от которого не сможешь отказаться. Ты видишь экран? Восемь метров мы идем в ЗАГС. Смотри, вот сейчас ты в Америке. Ты уже лет шесть, да, получается, провела? В 2013. Ну, вот семь. Скоро будет, или уже... Нет, семь будет в конце года. Рассказывай. Там в Америке правда так плохо, как по нашему телеку говорят? Или все-таки можно жить? Плохо ты имеешь в виду сейчас в ситуации... В принципе, вообще. Да нет, и чем плохо. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Но, как говорится, везде можно привыкнуть. Ко всему, точнее, можно привыкнуть. И если что-то не нравится, можно просто не обращать на это внимание. И, как говорится, жить своей жизнью. Ну, смотри, все, кто примерно даже нашего возраста, я уже не говорю про тех, кто старше, помнят Михаила Задорнова и все его вот эти вот, ну, тупые. Есть ли там какая-то правда? Ну, наверное, правда того, что просто здесь другая культура, знаешь. Нельзя сказать, что люди тупые. Скажем так, мне кажется, во всем мире существуют люди, которые, я не знаю, может быть, отучились в школе и не отучились в университете. Так нельзя сказать про всех. Просто здесь абсолютно другая культура. Здесь, например, абсолютно другая система обучения. И некоторые вопросы, которые, может быть, знаем мы, они не знают. Но не в силу того, что они тупые, а в силу того, что просто у них это преподают по-другому. То же самое, как... Ну, мне кажется, что это относится к географии, вот, да, именно по знанию других стран. Это, конечно, прослеживается. Потому что в Америке очень сильно пропагандируется, скажем так, патриотизм. И это начинается с детства, потом это в школе, это в истории. Это также в университетах и так далее. И в силу этого они достаточно мало получают информации об окружающем мире, кроме, как бы, своей страны. Ну, Россию-то знают? Ну, Россию знают, но они также знают, что в Москве медведи ходят, понимаешь? Это они тоже знают. Смотри, а вот так вот в качестве угара я перед тем, как вот сейчас мы с тобой говорим, вбил в Ютубе про Атланту вообще, чтобы узнать, что там такое, что у вас интересного есть. И там был ролик «Семь фактов» про Атланту, про Джорджию. И вот самый же первый пункт про нелепые законы в Атланте. Ну, типа, что нельзя привязывать жирафа к фонарным колбам или нельзя носить мороженое в заднем кармане брюк по воскресеньям. Ты там не нарушала, не носила мороженое? Ну, нет, это я не нарушала, я думаю. Не видела таких курьезных, скажем так, правил. Ну, возможно, возможно, существует, потому что, на самом деле, дай-ка мне что-нибудь такое вспомнить. На самом деле, очень много смешных инструкций ты можешь увидеть где-то, я не знаю, на улице насчет какой-нибудь просто лавки, лавочки, да, которая там в парке, что что-то нельзя делать с ней, что даже, в принципе, ну, нормальному человеку в голову не придет. Да, этого очень много, у меня сейчас не получается, ну, быстро вспомнить какой-то пример, но таких курьезных инструкций огромное количество здесь в Америке. Нельзя сушить кошку в микроволновке, да? Ну, да, да, это нормальная здесь инструкция, то есть это вполне себе нужно знать, а то некоторые могут после ванны кошку туда положить и посушить. Возвращаясь вот к стереотипам, пропаганда, ну, к тебе это вообще хорошо или нет? Ну, вот у нас вот часто по телеву говорят, как у нас все круто, в прайм-тайм прям, да, и как загибается Америка, как люди воюют, и как у них все тяжело на Украине. Или в Украине, да, как украинцам больше нравится. Ну, смотря какая пропаганда, ну, пропаганда есть везде, и мне кажется, просто, знаешь, мы все равно находимся под ее властью, и нельзя как бы абстрагироваться от всего, и половина людей, скажем так, в это верит и на это ведутся. У кого-то есть как бы свое мнение, просто от этого не избавиться, потому что мы просто живем в такой век, где в любом случае это присутствует. Если не в телевизоре, то в интернете, если не в интернете, то просто от живого человека на улице, да, можно какую-то пропагандистскую вещь услышать. А в Штатах вот какая такая генеральная линия? У них местный американский Соловьев о чем говорит? Ну, у них просто все, ну, рассчитано на вот патриотизм со всех, наверное, со всех сторон, да, то есть что в Америке лучше всего, что это самая хорошая страна, что самое хорошее, я не знаю, условие, власть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все со всех сторон, там, не знаю, образование пропагандируется как самое лучшее, я не спорю, у них здесь есть, да, университеты, которые, я думаю, что все знают, считаются одними из лучших в мире, да, но это не все университеты, только несколько, да, но такие же есть и у нас в России, когда огромное количество иностранных студентов приезжают к нам, чтобы получить образование, в том числе и медицинское. А последнее из российского ТВ, что ты смотрела? Ну, вот я сейчас смотрю шоу «Маски». Расскажи, что это я сейчас не видел. А, да? Как же ты так пропустил, что сейчас крикли, это карантин все, мне кажется. А, у меня нет времени смотреть телек, даже в карантин. Ну, у меня особо тоже нет, но вот в карантин как-то появилось. Ну, шоу «Маски» по НТВ идет, где знаменитости, там, актеры, певцы, спортсмены поют в «Масках», да, и члены жюри пытаются угадать, кто же находится под «Маской». Ты угадываешь? Прям какой-то в мультике, знаешь, сидишь? Да по-любому это Киркоров, Киркоров! Нет, Киркоров сидит в жюри, поэтому, да, здесь нельзя угадать. Но, честно говоря, одну программу назад, я, то есть, смотрю не лайв, да, который идет по телевизору, я опаздываю где-то на пару программ, вот, и в последней программе, в предпоследней программе, которую я смотрела, как раз-таки была Светлана Мастеркова, и я ее угадала, потому что она столько говорила про спорт, и все ее подсказки были про спорт, про спорт, и жюри как бы не очень обращали на это внимание, и я просто говорю, там точно Светлана Мастеркова, и как раз в тот день сняли с ее «Маской», и там была она. Ну, интересно еще, мне нравится. Про тверь был вопрос, вот как раз я и хотел тоже про него узнать. Когда вот ты в родной город приезжаешь, у тебя какие чувства? Ну, я вообще всегда люблю приезжать в Россию, неважно, в свой город я приезжаю или в Москву, ну, прилетаю я обычно в Москву, ну, во-первых, там моя семья, какие у меня могут быть, только теплые, положительные ощущения, эмоции, потому что я знаю, что я смогу пообщаться со всеми, провести какое-то время там, потому что на данный момент у меня не такая, скажем так, частая возможность, да, выдается, чтобы слетать в Россию и побывать в Свери, но каждый мой прилет в Россию, в Тверь я езжу. Нет, понятно, что семья – это самое главное, и ты, в принципе, тебе больше ничего не надо, а я имею в виду сам город, ты можешь сказать, что он развивается, что становится все лучше и лучше? Ну, Тверь считается старым городом, у нас красивый город, он, как сказать, не очень большой, ну, наверное, сколько у нас, 470-480 тысяч населения, все равно что-то, конечно же, меняется, что-то реконструируется, то есть у нас там есть дворцы, которые реконструируются, потрясающе красивые, то есть я знаю, что туда и туристы приезжают, то есть есть что посмотреть, да, но, в принципе, Тверь, я так думаю, что достаточно, ну, среднестатистический город нашей страны, да, который находится, во-первых, на трассе, скажем так, между Питером и Москвой, и хорошая остановка для людей, которые хотят зацепить какой-то кусочек истории и посмотреть что-то интересное. Ну, смотри, в Твери под 500 тысяч человек, в Атланте тоже там, ну, плюс-минус 500 тысяч человек, ну, то есть в этом плане города... Нет. Нет, в самом городе, я пробил сейчас посмотрел, то есть там в агломерации очень много, а вот в самой Атланте около 500 тысяч. Вот так вот их можно сравнить? Ой, прошу, прощение. Ну, как сравнить? Нет, вообще нельзя сравнить, потому что Атланта, она очень большая территориальная, у Атланта, да, очень большая территория и очень все разбросано, то есть везде от одного объекта, скажем так, до другого нужно там ехать 30 километров, но везде, конечно, очень много дорог, то есть это все позволяет, скажем так, до достаточно быстрого передвижения, но с Твери сравнить нельзя, потому что в Твери все достаточно компактненько, все достаточно близко и удобно. В каждом городе, конечно же, там в час пик имеются пробки, да, но в Атланте тоже имеется, скажем, но Тверь как бы с Атланте в этом плане не сравнить, потому что это просто как бы разное строение города. По возможностям? По возможностям... Ну, в Твери можно вот так вот жить и нормально развиваться в своем деле? То есть чтобы тебе не нужно было куда-то уезжать, как-то двигаться? Ну, в моем деле, как ты знаешь, я думаю, что нельзя проблематично. Да, в принципе, это и была единственная и главная причина, почему я в какой-то момент переехала из своего родного города в Москву, да, потому что у нас нету нормального стадиона, нормального манежа, да, и, в принципе, места, где можно было бы проводить качественные тренировки. Ну, где-то в чем-то, естественно, ограничены возможности, я не спорю. Но, например, в Атланте, да, это огромный город, в Атланте огромное количество атлетов. Я не говорю про легкоатлетику, да, я говорю про все виды спорта, в том числе полюбившиеся американцы на американский футбол и так далее, и так далее. И в Атланте нет ни одного манежа. Ну, мне было это сложно вообще как-то понять, представить, как это возможно в таком огромном городе, при таком огромном, реально, скоплении атлетов не иметь как бы манежа. Причем у них очень много земли, где, ну, можно было бы это построить. То есть это Нью-Йорк, да, например, где сложно вместить огромное стационарное сооружение в виде манежа или какого-то спортивного комплекса. А зимой там холодно вообще? Может, там не нужно манеж, солнышко? Ну, желательно, чтобы было. Солнышко может быть, но температура все равно опускается. Ночью опускается до минус, не знаю, пяти, минус восьми градусов. Днем минус редко, но ноль бывает. Ну, в принципе, эта зима не была такой сильно холодной. И мы все равно тренируемся на улице. То есть там плюс, ну, ниже плюс пяти, наверное, на улице мы не выходим. Но если плюс восемь, мы тренируемся на улице. В одном из недавних интервью ты сказала, что, в принципе, как вариант, рассматриваешь возможность после завершения карьеры остаться в Штатах. Я почитал комментарии на одном из спортивных ресурсов. Они были, ну так, мягко скажем, не очень приятные. До тебя вот эта вот реакция долетала? Как она посмела, свалила, предала? Ну, вообще-то нет. Ну вот, я, в принципе, уже зареклась давно таким правилом не читать комментарии, да, после 2016 года, в силу всех обстоятельств. Поэтому я этого не делаю, дабы не портить себе настроение. Но, во-первых, я не вижу никакого предательства в этом. Ну, мне не хочется, честно говоря, объяснять, наверное, даже мою позицию, да. Я выступаю на данный момент, да, то, что я делаю, а я все еще занимаюсь профессиональным спортом. И если я выступаю, то я выступаю за нашу страну, я не выступаю за Америку. А, как говорится, какая разница, где ты работаешь и тренируешься, если медаль все равно будет российская. Так что люди, конечно, могут судить. У каждого может свое быть мнение, и у них есть на это право. Ты не видела, сколько всего вылилось на твоего приятеля Евгения Малкина, когда выяснилось, что у него есть еще американский паспорт? Ну, я тут, на самом деле, я видела только в Инстаграме. Вот единственный пост про это я не вдавалась в подробности. Но, опять-таки, у каждого человека могут быть свои обстоятельства на то, чтобы это сделать. И я так понимаю, что Евгений не отказался от российского гражданства. То есть у него просто два паспорта. Так в чем здесь можно упрекать человека? Человек живет, я не буду врать, как минимум 8-10 лет в Штатах, играет за команду Питтсбурга. И что в этом такого? Ну, как бы, если этот документ поможет ему комфортнее чувствовать себя в Америке, почему нет? Меньше русским он от этого не становится. Ну, смотри, я вот, если честно, тоже с радостью имел бы какой-нибудь паспорт, там, я не знаю, Тринедада и Табага второй, чтобы спокойно по миру путешествовать, чтобы не заморачиваться там со всеми этими шенгенами. Там в те же Штаты спокойно можно было бы приехать. А вот у тебя через пару лет, получается, наверное, будет возможность получить американский паспорт как второй. Ты думала про это? Я не думала про паспорт, потому что не считаю в моей ситуации, что он нужен на данный момент, по крайней мере. То есть грин-карта, может быть, да. То есть это позволит облегчить, скажем так, получение виз и так далее, потому что достаточно это длительный процесс. Я думаю, что многие зрители наши сейчас с этим сталкивались, да, огромных очередей записей на собеседование. И как бы я прохожу точь-точь такую же процедуру, ничем не отличающую от других людей. И иногда просто моя виза заканчивается в не самые удобные моменты посередине моего летнего сезона или что-то типа того. И дабы не прерывать подготовку, мы, конечно, стараемся куда-то сдвигать эти даты, чтобы это было осенью. Но иногда просто это, честно говоря, сложно. Поэтому грин-карту я рассматриваю, а паспорт как бы нет. У меня нет таких обстоятельств, которые заставляют меня получить паспорт. Ну ты имеешь в виду, что ты замуж за американца и не выходишь? Ну, ты, кстати, не обязан получать паспорт, если ты выходишь замуж за американца. Просто у тебя такая возможность появляется напрямую. То есть если в моей ситуации сейчас, то я не могу взять и просто так получить, потому что я там хочу или не хочу паспорт. А если ты выходишь замуж за американца, это как бы предусматривает то, что ты можешь сразу же получить в течение года, по-моему. Ну, просто в силу того, что рассмотрение документов очень длительное, без всяких претензий ты можешь получить паспорт. А ты говорила уже не раз, что ты всегда будешь выступать за Россию, что ты была, есть и будешь русской. Вот у тебя прям такое состояние души русское. Ты когда живешь долго где-то в другом месте, ты немножко начинаешь ассимилироваться и быть немножечко сейчас американкой? Да нет, в принципе. Ну, во-первых, я все равно большую часть своей жизни прожила в России. И все равно я останусь русской. Неважно, где бы я находилась. Мне кажется, спортсмены, которые достаточно много путешествуют, они вообще, в принципе, становятся такими интернациональными, открытыми к любым культурам. И мы не привязываемся к какой-то одной культуре. Мы будем всегда привязаны к нашей родной стране, где мы родились и где мы выросли. Ну, просто, мне кажется, как там open mind, да? С открытой душой, с открытой ко всему новому. Я не думаю, что это плохо. Это только помогает, в принципе, своему внутреннему такому общему развитию. Мне кажется, это только плюс. Но ощущения того, что я там американка, что я пожила здесь, у меня, конечно же, нет. Смотри, а вот считается, ну, у каждой нации есть какие-то свои отличительные черты. Условно, итальянцы, они там супергорячие, экспрессивные. Азиаты очень трудолюбивые. А у России какая отличительная черта? Вот русские, это какие? Ну, русские, если даже сравнивать вообще с чем-то здесь, мне кажется, что да, у русского человека открытая и добрая душа. Мы очень гостеприимные, что очень можно видеть на контрасте, когда ты как раз-таки путешествуешь. И русские люди преданные. То есть ты можешь иметь друга с детства, да, который будет с тобой на протяжении всей твоей жизни. Ну, вот здесь, например, в Америке это очень сложно. И я не встречала таких людей здесь, американцев, у которых есть там лучший друг или лучшая подруга на протяжении там вот, не знаю, пускай не всей жизни, да, но какого-то длительного периода. Потому что они здесь вот не привязываются ни к чему. То есть поэтому для них очень просто переехать. Если тебе дают работу, у них это вот так вот, переехал в другой штат, знаешь. Ну, то есть не важно, что у тебя семья осталась, друзья там остались, еще что-то вообще. Да, они не привязаны к этому, их ничего не держат. А у нас же это вообще целое дело. Как вообще уехать куда-то там, да, от всех и всего. Ну вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, это плюс, потому что все-таки ты должен, скажем так, обрастать, да, какими-то людьми по жизни, с которыми ты должен идти, на которых ты можешь рассчитывать, и они на тебя могут рассчитывать. В России у тебя много таких сейчас людей, с которыми ты поддерживаешь связь, несмотря ни на что? Немного, но они есть. А давай про тренировочный подход и про разницу, вот именно в нем поговорим. В чем принципиальное различие того, что происходит в России, и того, что происходит в Америке? Ну, я много, на самом деле, говорила уже об этом, да, то, что, ну, во-первых, это разная, естественно, система тренировок, которая достаточно сильно отличается здесь, ну, здесь от российской системы, в принципе, все построение подготовки здесь построено немножко по-другому, то есть у нас, ну, если для слушателей, которые, может быть, не слышали какого-то похожего вопроса в других интервью, я быстренько объяснила. Да, давай прям вкратце, самое главное. Ну, да, просто на банальном просто примере можно рассказать, что, я не знаю, здесь у нас разминка 40 минут, да, нон-стоп, для нашего атлета, который никогда не пробовал, это будет как тренировка, это раз. То есть здесь разминка – это часть тренировки, вот, она динамическая, она с большим количеством упражнений, там, небольших ускорений и так далее, и так далее. В России такого никогда не прослеживалось, в России было два круга по траве, ну, плюс-минус, да, растяжка, и пошли работать. Вот, здесь такого нету, растяжка здесь только после тренировки. Далее мы никогда не разгружаемся перед технической тренировкой, то есть у нас, может быть, вообще полная загрузка, состоящая из двух тренировок, стадиона плюс штанга, и на следующий день у нас будут разбеги или прыжковая тренировка, то есть мы не подводимся. Ну, то есть здесь идет такое, знаешь, что тебе нужно вытащить из своего организма, несмотря ни на что. Это мне было тяжело перестроиться, на самом деле, и, наверное, я думаю, что потребовалось где-то год-полтора, как минимум, чтобы просто мышцы и все тело... Чтобы не умирать после разминки. Ну, да, ну, я так и выглядела. Я пришла, я помню, первую тренировку, и мне еще там все показывали, все поправляли, там, что у меня здесь неправильно, здесь там, я там шатаюсь, я не знаю, здесь нужно такой угол держать. Да, и я просто, я уже лежу на стадионе и думаю, блин, это мы что, только разминку, что ли, закончили? Ну, это у меня тоже, конечно, такое было, но я знала, как бы, куда я еду, и я сразу относилась к тому, что я буду делать все, потому что мне нужно попробовать, да, чтобы у меня не было вот этого отрицания здесь, не стояло, потому что если бы я поставила бы сразу стену перед собой, вот, что я там не буду того или иного делать или не буду верить, да, в то, что я делаю, тогда у меня, в принципе, ничего не получится. Поэтому, как бы, я сразу принимала все, что мне дают, и потом уже, естественно, я понимала, для чего это было и, как бы, какой из этого был результат. Наши тренеры по фигурке, которые в Америку ездили тренировать, говорили, что есть такая проблема, что, в принципе, у них нельзя на учеников, особенно на детей, повышать голос. И не то, что повышать голос, а даже какие-то такие претензии предъявлять. Ну, то есть там в фигурке очень актуальна проблема с весом. И когда ты говоришь, там, девочке, слушай, у тебя два лишних килограмма, ты давай похудей, а потом мы с тобой будем работать, там чуть ли не до суда, может, дело дойти. Вот ты что-то такое там вообще видела, слышала? Ну, да, вот так дело обстоит. Не, ну, на самом деле это правда, но больше все-таки это касается, наверное, именно детей. Ты правильно сказал, уточнил, как бы, этот момент, да, потому что, работая с нами, например, ну, во-первых, такого, ну, такой ситуации, по сути, не возникает, чтобы тренер мог на меня повысить голос. Ну, то есть за последние 7 лет на меня никто голос не повышал. Ну, вот, никогда, ну, вот, ни при каких обстоятельствах. То есть, ну, у меня были даже такие ситуации, когда я, там, срывала тренировку, там, ну, когда, я не знаю, там, либо у меня что-то болело, либо я пришла и просто, ну, вот, психологически, там, я не знаю, ну, что-то случилось, я не готова бегать в разбеге, вот не получается у меня. Я начинаю, ну, как бы, скажем так, пытаться себя переосилить, да, и получается только хуже. И тренер просто при этом мне говорит, он просто подходит ко мне, он говорит, все понятно, одевайся, иди домой, отдыхай. Все, я одеваюсь, иду домой, отдыхаю. То есть мы останавливаем тренировку, то есть в самом начале, потому что он видит, что, если мы сейчас продолжим, это, ну, как бы, во-первых, это хорошей тренировке не получится, во-вторых, не дай бог, это приведет к травме, знаешь, если я буду там что-то стараться выдавить из себя, это никому не нужно, и тренер просто спокойненько, и я иду домой. То есть на следующий день я не делаю эту же тренировку, мы просто продолжаем, ну, делать ту работу, которая должна быть, ну, на другой день. Ну, вот, и это ничего страшного. И спортсмен должен тоже понимать, что это ничего страшного. Если что-то не получилось один раз, ну, как бы, весь сезон от этого не сорвется, потому что можно только, наоборот, сделать хуже, потому что иногда, скажем так, перетренированность гораздо хуже, если ты что-то немножко не доделал. Твой тренер – четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион, пяти, но зимний, да, еще плюс, олимпийский чемпион. Как у него вот сейчас жизнь при всех вот этих суперрегалиях? Ну, то есть у него есть какая-то там президентская стипендия или вот что-то в этом роде? Насколько он себя защищенно чувствует? Здесь такого не существует. Здесь ничего не дают, в принципе, за золотую медаль на олимпийских игр, только если у тебя какие-то спонсоры. То есть никаких привилегий, таких, как в России, здесь в Штатах не присутствует. Поэтому ничего такого сказать нельзя. Олимпийский чемпион – ты олимпийский чемпион, все, закончил спорт. В принципе, особо подушки никакой у тебя нет финансовой, ты должен идти зарабатывать сам. Да, конечно, звание олимпийского чемпиона, конечно же, тебе поможет в построении твоей репутации, да, и так далее. Но никаких грандов, никаких стипензий, никаких машин, квартир, там, я не знаю, еще чего. Зачем тогда заниматься вообще? Ну, у каждого свои цели. Тренер вообще престижная профессия в Штатах? Здесь нормальная эта профессия, да, абсолютно. А что, у нас это разве какая-то непрестижная профессия? У нас не то, что непрестижная, но у нас далеко не все идут туда, потому что ты особо не заработаешь. Ну, то есть, как сейчас тут молодые, в основном, рассуждают ребят. Ну, смотря, наверное, в каком виде спорта, согласись, смотря, в каком виде спорта. Легкая атлетика – это, в принципе, вообще, да, не самый высокооплачиваемый вид спорта, даже если брать атлетов, ну, я там не говорю. Если, конечно, ты на супервысоком уровне, ты там выиграешь все-все-все подряд, да. Ну, а если ты как бы на среднем уровне, то, ну, как бы на среднем, если ты на среднем уровне в теннисе, ты зарабатываешь очень большие деньги. А если ты на среднем уровне лёгкой атлетики, ты не зарабатываешь ничего. Ты бесплатно на старты ездишь. Ну, кто-то, да, кто-то ездит бесплатно на старты. Поэтому здесь нельзя говорить, наверное, обобщать, скажем так, про все виды спорта. В том же, я не знаю, фигурном катании, там, теннисе, таких видов спорта тренеры неплохо зарабатывают. Особенно командные виды спорта, да, если касается, там, я не знаю, баскетбола, там, волейбола, того же хоккея. И я думаю, что тренеры там себя чувствуют гораздо лучше, чем наши тренеры по лёгкой атлетике. Если я у твоего тренера захочу взять персональный урок по прыжкам в длину, и ты не замолвишь за меня словечко, сколько это мне будет ставить? Да, мне кажется, я не знаю, честно говоря. Да даже если и замолвили, было бы всё равно одинаково. То есть, если ты хочешь просто так прийти на какую-нибудь там тренировку там одну и просто с нами что-то поделать, я скажу, что там, это мой друг, он просто приехал в гости, и там неделю будет здесь, ничего не нужно платить, ты можешь ходить и с нами всё делать. Ничего не нужно, никто тебя не выгонит, и все только будут рады, и никто ничего не скажет. Так что, ладно. Смотри, окей, я всё буду иметь в виду. Чуть-чуть про спорт тоже зацепим, про сам спорт. Мировой рекорд в прыжках в длину стоит уже больше 30 лет. Ещё 50 простоит? 50 не знаю, но он высокий. Даже несмотря на то, что в прошлом году там удалось прыгнуть 7-30, немецкой девочки, да, малая Киме Гамбо, но это не 7-50. То есть, в нашем... ну, во время, там сколько там, 10-15 лет назад, да, наши русские девочки тоже прыгали 7-42, но не 52 всё-таки. То есть, достаточно далеко, скажем так, находятся эти цифры, но, возможно, простоит, возможно, нет. Сложно загадывать. А как ты относишься к идее обнуления мировых рекордов, которые были в 80-х установлены? Ну, потому что далеко не все верят в чистоту этих рекордов. Я хорошо к этому отношусь, и я думаю, что это было бы достаточно правильным решением, потому что, во-первых, технологии меняются, да, и правильно, что вся... и все истории как раз-таки с чистыми рекордами и чистыми рекордами, я думаю, что эта тема могла бы быть закрыта, если бы они обнулились какого-то определенного года, и я думаю, что это было бы как бы логично. Особенно, ну, с теми рекордами, которые, вот, как ты правильно сказал, стоят там с 80-х годов, да. Ну да, там метательских много, в бегах женских. Смотри, немножко побуду в роли Вада. Тебе в России хоть раз предлагали что-то запрещенное? Нет. Ну, мне, наверное, в этом плане и с моей группой, и с тренером повезло. То есть у нас в нашей группе это не проповедовалось, и ни у кого никогда не было никаких проблем, поэтому и у меня тоже, можно сказать, повезло. Как, кстати, относишься к идее? Вот сейчас сегодня появилась информация, что ЮСАД американских спортсменов дистанционно будет сейчас так тестировать. Да, то есть ты там поставил камеру, сошел в туалет, я не знаю, закрыл дверь, что-то сделал. Насколько это вообще жизнеспособно? Ну, я, честно говоря, да, я только вот слышала сегодня об этом, я не читала конкретную информацию. Ну, я не знаю, просто в силу данной ситуации, которая есть на сегодняшний день с этим вирусом, ну, я не знаю, во-первых, мы не можем тренироваться, да, полноценно, ну, что это мы там, ну, конечно, мы пытаемся двигаться, я уверена, что все пытаются дома, да, ну, по возможности, мы можем сейчас выходить, но все равно это не сравнится с нашим обычным, да, расписанием, которое у нас есть, когда у нас нет карантина. И я не думаю просто, что это сейчас логично даже, ну, все могут подождать, и также эти тесты могут подождать. Ну, закончится карантин, пожалуйста, едьте. Я не знаю, как они просто собираются это делать дистанционно, и здрасте, вам звонок в 6 утра, здрасте, это ладно, пожалуйста, пройдемте в туалет. Ну, я не знаю, просто, может быть, это для них будет логично, если они хотят продолжать своих атлетов и не своих атлетов тестировать, и если это надо будет, все будем это делать, да, то есть выбора-то у нас не будет, если они примут данное решение, но, честно говоря, не знаю, как это можно физически устроиться. Чуть-чуть о тебе, прям конкретно о тебе давай поговорим. Даша, смотри, ты, вот мы сколько с тобой общаемся, с каждым разом все лучше-лучше говоришь, что понимаешь английский, у тебя красивая поставленная речь, чудесно выглядишь, медали чемпионата Европы, чемпионаты мира есть. В чем твоя темная сторона? Ну, как, в чем? Я вот очень упрямый человек, многие жалуются. Да, у меня же козерог, как бы, день рождения, в январе у меня родилась, я в год козы, ну, вот, так что характер-то у меня не самый хороший. Ну, где-то хороший. Дурацкие поступки какие-нибудь совершала? Например? Не знаю, что-то в детстве такое, что все делали. Ну, вот, вообще, когда были всякие юниорские спорты, юниорские сборы, ты ходила, как и все нормальные люди, тусить? Конечно. Выпить позволяла себе? А чем же нет? Я не знаю, ну, просто у тебя сейчас такая репутация суперчистая, что ты прям как не человек, да, у тебя прям все слишком хорошо. Хорошо. Вот я хочу, чтобы ты немножко поближе к обычным людям к нам встала, и давай расскажи. Да я всегда была. Ну, нет, ну, все время, конечно, в детстве, ну, надо же, как говорится, в жизни попробовать все, и могли все сходить на дискотеку всем сбором, и никто не знал, там, об этом приходили. Не, ну, кого-то ловили, конечно, но у меня вроде бы не было таких ситуаций, когда меня ловили. Я себе никогда не позволяла лишнего. Долго, скажем так, гулять было непозволительно, потому что я знала, что если вдруг, там, у меня один день отдыха после этого, да, то есть мне надо восстановиться, и все равно мне нужны тренировки. Вот. Сейчас, конечно, я, кстати, очень давно это не практикую, потому что, во-первых, с возрастом организм абсолютно по-другому восстанавливается. Это не 18 лет, когда ты реально сходил в клуб и на следующий день пошел, сделал отличную тренировку. Нет, это не работает. Спорт высокие достижения требует все-таки уже профессионального подхода, без дискотек и без какой-то ночной, да, музыкальной жизни. Поэтому сон – это такое лучшее восстановление, тем более для меня. Я вообще любитель поспать. Ну, а, конечно, когда в детстве все разрешено, все было позволительно. В хлам хоть раз напивалось? Нет, нет, нет. Зачем? Эксперимента ради не проконтролировала, не рассчитала, пропустила момент. Ты знаешь, я слишком дисциплинированный человек, и с самоконтролем у меня, наверное, здесь даже чересчур, поэтому для меня эта ситуация даже, я не знаю, что должно было бы произойти, чтобы она случилась. Плюс еще крепкий русский характер, да, что так просто тебя не взять. Ну, может быть, тоже. Анекдоты про блондинок. Тебя когда-нибудь это обижало? Или ты всегда угорал? Да нет, почему? Я, конечно, анекдотов не знаю, но от людей очень много слышала. Но, да нет, только посмеяться можно, на что здесь, на что можно туда обижаться? На естественный цвет волос? На что, на тебя, вдруг какой-нибудь немет будет? Да нет. Персонально никто про меня, как про блондинку, про Дарью Клишину, анекдоты плохого не рассказывал. Но даже если бы рассказал, да я бы посмеялась. Самоиронии все нормально. Ну, да, с этим проблем нет. Кстати, вот недавно у нас был такой же эфир с Саней Вяхировой, олимпийской чемпионкой по гандболу, и она рассказывала про комментарии, что ее иногда вот так это забивало, что прям до истерики находило, оно реально плакало. У тебя здесь тоже вот стена? Да-да, безусловно, нет. И, конечно, я не буду плакать. Я могу там сказать, что такое вообще, что там люди пишут. Ну, как бы, ну, это будет максимально такая негативная реакция от меня, знаешь, и все. Ну, то есть прочитали, проехали и дальше поехали. Вопрос, который обычно в самом конце задаю, сейчас просто больше по теме, что для девушки важнее, интеллект или красота? Ну, интеллект, конечно, но если это еще и сочетается, то вообще классно. Ну, просто, например, Алена Заварина сказала, что красота более полезная штука, что ты выкладываешь фоточки с жопой в Инстаграме, у тебя все хорошо, больше ничего делать не надо. Ну, нет, я, наверное, не соглашусь. Как-то нет. Во-первых, красота, знаешь, это такое понятие, неоднозначное, скажем так, и каждый человек может быть красив по-своему, красив человек может быть изнутри. И у меня, кстати, в моей жизни были такие, такой опыт, скажем так, когда, ну, я не оцениваю кого-то прям со стороны, там, красивая она или некрасивая, но это у меня было такое, что, например, человек раскрывался для меня, и настолько мне нравился эта женщина, после того, как я начинала, ну, общаться, там, более глубже, да, более близко с человеком, и она для меня стала такой красивой вообще, ну, то есть, а хотя этот человек далеко, там, не идеальной формы, там, я не знаю, там, нету каких-то там шикарных, там, я не знаю, волос, там, глаз, еще чего-то, но человек просто изнутри раскрылся для меня как бы с лица, ну, то есть, поэтому это такое неоднозначное, скажем так, понятие красоты, но оно точно не самое важное. Какие шансы у незнакомого человека дописаться до тебя в инсте? Ну, я, по возможности, отвечаю в дирекции. Я не могу сказать, что я отвечаю всем на все сообщения, потому что, ну, их достаточно много, и я не все открываю, но, по возможности, я стараюсь, ну, на адекватные, скажем так, сообщения и вопросы я, в принципе, стараюсь все время отвечать. Теннисистка Эжени Бушар как-то проспорила своему подписчику в Твиттере, там, по-моему, какой-то был бейсбольный матч, там одна команда безнадежно проигрывала, и он написал, что давай, если она все-таки выиграет, то мы идем на свиданку. Она такая, вот, вообще без проблем, ну, потому что там прям вообще без шансов было. И тут бах, все перевернулось, а та команда все-таки выиграла, она пошла с ним на свиданку. Насколько реально, чтобы вот с тобой что-то такое же произошло? Я на такое не буду спорить. Я не любитель, скажем так, совсем таких спонтанных встреч. Особенно с незнакомыми людьми вообще достаточно сложно впустить мне в свой мир какого-то нового человека. Неважно, мужчина это или женщина, то есть друг по другу. Ну, поэтому, как бы, мне такой вариант, наверное, бы не подошел. Я бы поспорила бы на что-то другое. Ты вообще любишь спорить? Ну, вообще нет, не очень люблю спорить, потому что, ну, я поспорю, если я, конечно, вообще 200% уверена, что я выиграю, ну, вот, а если я где-то буду сомневаться, то лучше я не буду спорить, либо лучше я скажу, что, ну, ладно, ты права. Я знаю, что ты не очень любишь такие вопросы, но вот мне в личке больше всего приходило именно такого плана, поэтому не могу от лица всей мужской половины не спросить. У тебя кто-то есть сейчас? Есть шансы у подписчиков чего-то добиться? Или... Или все? Тема закрытая. Ты мне уже много раз там этот вопрос задавала. Ну, сейчас просто много людей смотрят. И вот имя, я уверен, половине только это интересно, они сейчас услышат и сразу отключатся, выйдут. Не, ну, моя жизнь всегда была со мной лично, и останьтесь со мной, да. Как я уже в одном тоже из интервью говорила, что я умею дружить, и, в принципе, у каждого человека есть шанс, чтобы со мной пообщаться. Я не какой-то там, я не знаю, заоблачная личность. Я такой же обычный простой человек, открытый для многих. Я не говорю там про дружбу, как с детства я с кем-то там дружу, да, но, опять-таки, даже поверхностно знакомых у меня достаточно большое количество, и я всегда посоветую люди, которые спрашивают меня, как ты спросила уже в директе, многие там с вопросами, многие с вопросами там спортивными, многие там с жизненными какими-то вопросами, кто-то еще с чем-то. Ну вот, и я всегда отвечаю, и то есть я веду там переписку, это не будет там однозначный там ответ, то есть это не проблема. Но личная жизнь, даже если меня кто-то спросит вот так вот в лоб напрямую, я никогда ей не поделюсь, есть ли она у меня или нет. А как так? Вот, ну, многие наоборот, там, не знаю, какая-нибудь Ольга Бузова, да, когда каждый, если она кому-нибудь лайк поставит, уже все ее подписчики знают, что вот такое-то случилось, что у нее что-то может быть. А вот ты всю жизнь скрываешь, и почему? Ну, потому что счастье любит тишину, как говорится, и мне так спокойнее, что какую-то часть жизни я оставляю только для себя, для своей семьи, для своих друзей, и не вмешиваю как бы так сторонние какие-то слухи, какие-то обсуждения. Что, если я сейчас кому-нибудь, человеку мужского пола поставлю лайк, это значит, что у меня какой-то роман или еще что-то? Ну, зачем вот эти лишние обсуждения? Мне кажется, и так людям хватит других тем для того, чтобы обсуждать, чтобы еще обсуждать мою личную жизнь ковыряться, скажем так, да, косточки там перемывать. Ну да. Но тут, видишь, ты еще такую интригу сохраняешь. То есть, если бы ты сказала, что не будет там, например, что есть, уже было бы не так интересно. А тут типа, ребятки, думайте сами, да? Как-то так. Я не помню, ты меня спрашивала или не ты, но это было, кстати, в Дохе на чемпионате мира, кто-то из журналистов меня спросил. Дарья, скажите, а вот это вы так тщательно скрываете свою личную жизнь или мы плохо работаем? Я спросил. Ну, кто-то вот просто, там было вас много, ты просто тоже там присутствовала. Да, и на что я ответила, что, ну, на этот вопрос журналисты должны ответить сами, потому что я не могу оскорблять журналистов, что кто-то из вас плохо работает, что не может прознать, что там у меня происходит на личном фронте, вот, или же я просто так тщательно скрываю? Ну, в защиту журналистов могу сказать, что, например, я просто даже, когда знаю какие-то моменты, я не пишу их, пока сам человек не скажет про это, ну, что касается личной жизни. Ну, ты же не желтая пресса, конечно. Так, сразу меня это похвалило, чтобы я и не начал, да, ничего рассказывать. Смотри, у нас, оказывается, уже всего 15 минут осталось, давай перейдем к вопросикам от людей, потому что мы же обещали им. Ну, давай-давай, ты же у нас ведущий, пожалуйста. Так, ну, вот этот уже был вопрос, Даша, есть ли у тебя паспорт США, ты рассказывала, ребят, не сначала смотрите? Да, паспорта нет, ну, для тех, кто не сначала смотрит. Да. Ух, что-то, что-то большое, что даже не вмещается про тренировки. Можете сформулировать вот этот же вот вопрос покороче, потому что... Да, у вас тренировка после силовой, и все, дальше ничего не... Прочитать его невозможно. Так, писал ли тебе хоть раз в директ Роналду? Давайте тоже, у вас Роналду тема такая горячая, все пытаются что-то прознать и знать. Ну, я могу понять, почему. Наверное, тоже опустим, да, потому что не хочется никого не дискредитируть, никого обижать, и человек популярный, да, поэтому просто оставим в нейтралитете лучше эту тему. А если бы ты могла выбрать себе любую сверхспособность, что бы ты взяла? Перемещение, ну, перемещение в пространстве, ну, вот, Телепорт. Телепорт, да. Гаспачо получился? Ну, это, видимо, про твой пост. Вообще идеальный, да, мне нравится. Тем более, когда сейчас тепло, уже можно позволить себе холодный супчик, так что вот идеальный вариант. Так, ну, вот некоторые выводить можно вопросики. Любимая книга? Есть такая? Ну, на самом деле моя любимая книга Ромео и Джульетта, но не из-за репертуара, да, мне реально нравится написание вот в этой стихотворной форме. Я помню, что, во-первых, это достаточно большая книга, да, толстая, но я ее очень быстро прочитала и была сама себе удивлена, но меня просто поразил весь это сильное написание и безумно понравилось. То есть, ну, да, правда. Это поэтому собака у тебя Ромео? На самом деле нет, просто когда собака, прилетела ко мне, ну, это по документам, по его документам родным, он был Ромео, и я просто не стала менять, составила это имя, которое было в его документах. Ну, кстати, про Ромео и Джульетту я сильно удивился, когда вот тоже читал это, и там оказалось, что Джульетте 13 лет, по-моему, да, всего было? Угу, То есть, совсем молодые ребятки. Совсем молодые, ну да. Черестюр. А жизнь после большого спорта? Ну, ты это уже рассказывала в интервью, ну давай коротко еще. Ну да, я достаточно много рассказывала, что сейчас мы уже также рассматриваем, да, какие-то предложения, я сама, во-первых, я оканчивала, да, факультет маркетинга, в принципе, это моя первая опция, которую я могу сразу воспользоваться, после того, как я закончу профессиональную карьеру, но хотела бы дальше рассматривать все-таки такое открытое, ну как это, не консультанты, да, обращаются фирмы разные, которые просят именно профессиональной консультации по строению, там, по шиву, одежды, обуви, как должна быть, как должна выглядеть, как должна чувствоваться спортивная обувь в основном кроссовки не только для атлетов, а для обычных людей, потому что многие бренды, особенно молодые, бренды не делают качественную, скажем так, обувь, которая могла бы проноситься, во-первых, долго и не навредить даже обычному человеку, даже который просто в ней ходит, и это направление мне интересно, я думаю, что я могла бы быть там полезной. Самые лучшие дни в моей... Видимо, Лев, Лев что писал. Да. Каждый день на самом деле по-своему удивителен, и я не могу выделить самый лучший день, потому что у меня огромное количество положительных моментов и воспоминаний в моей жизни, которые я не могу сравнивать в той или иной степени, так что про, наверное, самый лучший день тяжело сказать. Их было очень много. Я думаю, что у каждого счастливого человека так должно быть. Тут предложение, от которого не сможешь отказаться. Ты видишь экран? Восемь метров и идем в ЗАГС? Это я должна в восемь метров прыгнуть? Подождите. Не, наверное, он прыгает в восемь метров и все, и сразу в ЗАГС. Не, ну что, это не самая, скажем так, завидная мужская черта, которая меня бы привлекла. то есть у тебя нет такого, когда знакомишься, типа, а ты восемь метров прыгал, а нет, ну все, нам не о чем говорить. Нет, это точно не будет главным аспектом. Ну, с ним можно договориться. Давай, если девять прыгнет, тогда уже более реально. Посмотрим. Бывали ли старты, после которых тебе хотелось спрятаться? Ну, видимо, в том смысле, что не получили старты и тебе как-то уйти от всего. Да, было достаточно количества стартов, где там я расстраивалась, потому что ожидала там другого результата или в силу чего-то другого не получалось. Конечно, были. Я думаю, что это был и не один старт, где просто хотелось уйти, закрыться и никого не видеть, никого не слышать, я не знаю, подумать над своими ошибками, но больше всего, наверное, просто пережив все это, обычно хватает один день, ну, вот одну ночь, что переспал, скажем так, с этой мыслью, и дальше у меня всегда после неудачи появлялась огромная мотивация исправить, почему не получилось, поэтому к следующему сезону я уже начинала готовиться с большим, еще большим рвением. Вот вопрос дослал человек, который уже спрашивал, после силовой на следующий день, да, скорость или скорость на силовая? Ну, смотрите, здесь в Америке у меня штанга понедельник, среда, пятница, и эта штанга идет второй тренировкой, то есть она не первая, когда штанга всегда две тренировки в день, то есть, например, понедельник, у меня утром скорость, вечером у меня штанга, но во вторник у меня разбеги, то есть это на следующий день у меня одна из самых главных тренировок недели, да, возможно ли без спонсоров переехать в Америку и жить там? Ну, опять-таки в зависимости от финансового положения, но, наверное, без спонсоров вообще сложно, потому что тогда тебе придется здесь работать, ну вот, если у тебя нет никакой там зарплаты и так далее, будет, в принципе, невозможно, наверное, скажем так, обслуживать то, что ты хочешь, тренировки, себя, свое восстановление, потому что здесь за тебя, кроме тебя, никто платить не будет. Вопрос от Юрия Дудя. За сколько квартиры снимаешь в Атланте? Квартиры, которые у меня, около трех тысяч. Ты сама, да, снимаешь, не спонсоры? Нет, не спонсоры. Ну, спонсоры у меня ничего не снимают. Со спонсорами я работаю, да, уже деньгами, скажем так. Ну да, ты уже сама решаешь. Да, я уже распоряжаюсь сама, конечно. Даша, вот спрашивают, будет ли зарядка с тобой? Сейчас тоже такая модная штука. Ну, на самом деле, я уже много. Сергей Шубенков сегодня проводил. Да, я уже много выкладывала достаточно упражнений, которые я дома делаю, и я записывала, кстати, большую зарядку нон-стопом, кстати, прямо на 10 минут для моего клуба ЦСКА, за которым я выступаю. И у них, кстати, на странице есть, у них на сайте есть 10-минутная моя зарядка, которую я делала дома. Так что, если хотите, посетите сайт и посмотрите там, а так уже в дальнейшем подумаем. Мне кажется, сейчас уже настолько сильно заполонили все Инстаграм со спортом домашним, что люди даже не знают уже, куда им, на кого подписаться и что делать. Да, хочется уже что-то другое, еще поинтереснее найти, чем можно было бы заниматься. Поэтому даже будет выкладывать рецепты гаспачо и прочей кухонной истории. Ну, почему нет? На самом деле, просто у меня нету на это время при моем обычном расписании. И когда сейчас появилась такая возможность, и я думаю, что и людям интересно, и мне тоже интересно. Почему нет? Разнообразить просто и свою жизнь, и жизнь Инстаграма. Наша, каждая девушка должна уметь готовить такое из области феминизма вопрос? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Это, наверное, может быть семейное, может быть, это исконно русское. Но я считаю, что да. Это мое мнение. Угу. Кастер Семеня побила рекорд Роналду по прессу. Как ты к ней относишься? Я, кстати, к ней отношусь абсолютно нормально. Я с ней знакома, и мне удалось, просто так получилось, что как-то, кстати говоря, в 2017 году мы много с ней ездили, ну, на одни и те же старты. Ну, вот. И, естественно, мы все живем в одной гостинице, ну, и так далее. И удалось просто пообщаться, и абсолютно, кстати, приятный, приятный человек, спокойный, у меня вообще не вызвало абсолютно ни одного негативного какого-то аспекта, какого-то ощущения, поэтому у меня как бы ничего против нет. про кумиров уже раз десятый спрашиваю. Давай, есть ли вообще люди, наверное, не только из мира спорта, а, в принципе, кем ты восхищаешься и который тебя вдохновляет? Ну, да, это очень часто задавается, но я всегда отвечала на него одинаково, и сейчас тоже отвечу, что кумиров у меня нету. Я не знаю, почему, может, плохо, может, неплохо. Просто я никогда ни на кого не ориентировалась, потому что все-таки другие люди, это другие люди, это не я сама, и я просто всегда пыталась сделать из себя как бы как бы лучшую версию себя, да, не пытаясь ориентироваться на кого-то другого. Ну, отчасти на этот вопрос ты тоже уже отвечала. Да. Ну, да, ну, вот я то, что упрямая, конечно, да, сильно упрямая. Какие качества вам мне нравятся, я, конечно, я достаточно самокритичный человек, и мне очень сложно про себя сказать что-то, но мне кажется, я хороший преданный друг. Это то, что я точно могу сказать под другим качеством, наверное, нужно спросить окружающих, больше людей, которые меня знают, потому что про себя я вообще не очень люблю как бы сама говорить, лучше спросить у кого-нибудь другого. в мужском журнальчике тебя еще увидим? Ну, например, если это журнал по типу там Men's Health, например, то может быть да, а что-то типа Максима нет. Ну, то есть Максим поступает предложение каждый год, ежегодная у меня реакция. Вот, но мы не соглашаемся, потому что, ну, не считаем, что это, в принципе, нужно, что это необходимо. Я думаю, что есть другие издания, которые более интересные и могут раскрыть меня как личность с разных сторон, это будет более полезно для читателей, чем какой-то глянцевый чисто мужской журнал. Да, тут тебе пишут в поддержку. Кстати, я удивлен, что там, да, это неправильно, не нужно оголяться. Обычно под такими вопросами там пишут, да ладно, там типа, что такого-то. У каждого свое мнение. А, ребят, три минуты осталось, поэтому совсем немного вопросов, давайте накидывайте, буквально на парочку Даша успеет ответить. Даша тут пишет, что ты очень позитивный человек, как удается сохранять настроение Ну, на самом деле это правда, потому что нечего себя задавливать негативно, вообще негативными эмоциями. Я просто каким-то образом научилась достаточно быстро их отталкивать, потому что если ты все время будешь негативно мыслить, ты просто будешь этот весь негатив к себе притягивать, что не считаю логичным или полезным для любого человека, поэтому просто позитивно мыслить себе человек, мне кажется, и чувствовать себя лучше, и все у него лучше получается, и немножко, мне кажется, даже отдаляет от себя какие-то преграды, какие-то невзгоды тем, что просто об этом не думают. Рио для тебя было мучением или праздником? Олимпиады. Праздником это не было, конечно же, сто процентов, но это был опыт, не лучший олимпийский опыт, который я представляла с детства, но этот опыт сделал меня намного сильнее моральным, чему я, естественно, благодарна, и сейчас я могу это использовать и не только в спортивной жизни, и в своей обычной жизни тоже. В продолжении съемок в кино хотела бы сняться? Да, были такие вопросы. На самом деле я не считаю себя хорошей актрисой, и у меня мечты такой нету, но может, если бы там предложили, может быть, я бы попробовала. не говорю сейчас нет, но как мечты такой нету. Гонорар в рекламе? Какой должен быть, чтобы ты согласилась что-то рекламировать? Ну, цифры принято не обсуждать, особенно денежные, потому что все контракты у нас имеют, скажем так, неразглашение, да, такое качество неразглашения, поэтому это все обычно идет, вся связь через агента, и все это решается и договаривается на том уровне, поэтому сейчас это от меня наверное вы не услышите какого-то прямого атлета. Даша, 10 секунд всего осталось, пожелай что-нибудь хорошего всем, кто смотрел тебя, будем заканчивать. Ну вот будем желать позитива, любви и хорошего вам всем настроения.